Вы смотрите новости МТРК и переходим к другим новостям. Более двухсот многоэтажек Петропавловска уже провели промывку и опрессовку отопительной системы. Всего в областном центре более тысячи сорока домов и получать паспорта готовности намереваются далеко не в каждом. В чем причина узнавала наша съемочная группа. Дом номер 65 по улице Сутюшева один из образцовых. Каждый год к отопительному сезону здесь готовятся заранее. На днях жильцы многоэтажки уже получат паспорт готовности. Оканчивается отопительный сезон. Проверяем все элеваторные узлы, систему отопления, заменяем, где там что приходится менять. Но если все нормально, начинаем уже договариваться с промывкой и опрессовкой дома. Иначе по-другому быть не может. Если мы сейчас не подготовим, а зимой тогда уже поздно готовиться. Но так поступают далеко не все петропавловцы. Многие не имеют привычки заранее готовиться к зиме. Из 1041 многоэтажного дома в городе уже провели мероприятие по подготовке к зиме. Это более 200 домов. Оформляют сейчас паспорта готовности. Мы, как жилищная инспекция, проводим еженедельно штаб по подготовке к отопительному сезону. И производится дворовой обход, на котором сотрудники жилищной инспекции разъясняют людям, какие мероприятия нужно выполнить, в какой срок. И предоставляют список организаций, которые осуществляют это со суммами, которые они это делают. В числе тех, кто старается поддерживать дом в порядке, собственники квартир кооператива АБАИ-61. В этом году жильцы многоэтажки отремонтировали систему отопления. Вот задвижка номер один, вторая, третья, четвертая и пятая. На всех важных точках задвижки новые. Правда, есть одно но. Промывку и опрессовку труб в этом году проводить здесь не будут. Жильцы считают, и без паспорта готовности дом зимой не останется без тепла. Промывку и опрессовку я бы, конечно, с удовольствием сделал, но средств не хватает. Не все аккуратно оплачивают ежемесячные взносы. Мы в месяц собираем по 15 тенге с квадратного метра. Потолок 37. Будем проводить собрание. Мы этот вопрос поднимем, чтобы не сделать не 15, а пускай 20. А жильцы этого дома паспорт готовности к отопительному сезону на руках не держали уже много лет. Все потому, что здесь нет даже КСК. Мы опрессовку не делали в прошлом году, потому что некому делать. Мы опрессовку в этом году не будем делать, некому у нас делать. У нас под самым подполом, под самыми дождями вода лету и зиму. Эта двухэтажка признана аварийной. В городском Акимате жильцам пообещали новые квартиры. Однако пока вопрос решается, они вынуждены ютиться здесь, в сырости, в компании комаров и других насекомых. Сейчас у людей одна мечта – до зимы улучшить свои жилищные условия. Ирина Панфилова, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК.